Все выходные в Московской области шёл снегопад. Сейчас дорожные и коммунальные службы активно работают. В усиленном режиме ведётся уборка снега. За два дня в регионе местами выпало до 60 сантиметров снега. Осадки составили 87% от нормы февраля. В этой ситуации универсальным средством для жителей является лопата, потому что без неё свою машину не откопать. Так же, как и некоторые участки дорог. Но что же делать тем, кого последствия стихии застали врасплох? Мы открываем марафон добрых дел. Павел Масленников, когда увидел, что творится на улице, решил, что не останется в стороне. Собрал всё необходимое и поехал помогать жертвам непогоды. Любимую машинку я зову Аллочка. И сегодня мы с Аллочкой попробуем достать кого-нибудь из сугроба, откопать и сотворить добро. Пользователи социальных сетей сразу поддержали молодого человека. Суть в том, что пока трактор чистил дорогу ковшом, весь снег пошёл по бокам, и мою машину засыпало. И после этого никто даже лопатой не прошёлся. Благо этот парень ко мне подъехал и помог. Постараемся помочь. Два, три. Стой, 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 стой. Нормуль? Так, ну всё, помогли. Помочь удалось немногим, но ничего страшного, я внёс свою небольшую лепту. Но не только Павел оказался неравнодушным. В Ивантеевке представители администрации вместе с жителями провели зимний субботник. В Красноармейске тоже активисты расчищали снежные навалы на общественных территориях. Всё это доказывает, что совместными усилиями мы можем победить стихию. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение.